Друзья, всем привет! Меня зовут Влад Усачев. Сегодня беседуем с известным тренером Расулом Магомедалиевым. Расул, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Главная новость – это то, что 28 апреля в Ульяновске пройдет бой Владимира Минеева с Константином Глуховым по правилам кикбоксинга. И Владимир уже, получается, не дерется по правилам ММА с октября 2021 года. Завершил ли он карьеру в смешанных единоборствах? Да, у него сейчас скоро состоится бой по правилам кикбоксинга. Насчет ММА, нет, конечно, он не завершил, потому что мы знаем сейчас он в основном где находится. Исходя из этого, ему подходит чисто по ударке, по кикбоксингу работает. По плане ММА, конечно, ему придется однозначно приехать ко мне в Махачкалу и как положено готовиться. Поэтому на кикбоксинг, ну, где-то, я как смотрю, процентов 30-40 ему хватает подготовки, чтобы уходить подраться. Ну, получается, в этих боях, которые он по кикбоксингу провел, вот последний, допустим, с Иваном Штырковым, это далеко была не лучшая версия Владимира Минеева? Даже не средняя версия, это даже чуть ниже среднего. Поэтому практически нормально лагерь, подготовка к этому бою мы не прошли. Поэтому, исходя из этого, в принципе, мы и сами видели, ну, как положено в форме, и под филосложением он не находился, не был. Поэтому где-то процентов 40 он был готов, максимум. А какую интригу вы видите в противостоянии Минееву и Глухова? Ну, не знаю. Интригу какой-то я не вижу. Просто чуть раскрыться, я думаю, Вове тоже чуть раскрыться. Потому что, думаю, летом, в любом случае, скорее всего, он будет тратиться по ММА, исходя из этого, чтобы чуть открыться тоже. И, в любом случае, Глухов тоже возрастной. Ход возрастной он опасный, конечно. Ну, хотя бы раскрыться чуть-чуть, поэтому... Финалист Гран-при ЕСЕ Адам Богатырев считает, что в противостоянии Минеева и Глухова никакой спортивной интриги нет. И бой – это просто легкие деньги для Владимира. Ну, насколько вот эта вот точка зрения, она близка к истине? Нет, я бы не сказал, что такие настолько легкие деньги. Мы знаем, потому что Глухов сейчас... Мы видели в последнем бою, как он дышал, как он работал. Поэтому Глухов тоже, он базовый ударник. Поэтому, в любом случае, как бы, хотя не в форме Вова, будет интересно посмотреть на этот бой. Поэтому Вову тоже нельзя категорически расставляться, потому как он возрастной там или еще что-то. Мы понимаем смешанное единоборство, там ударная техника. Один пропущенный удар, и считаю, что все, стоп, бой закончен. Поэтому я бы не сказал, что он настолько... Ну, да, не такой, как бы, да, ожидаемый бой, как, например, скажем, как штыр-кол. Но опасность, конечно, есть в любом случае. А вы сказали про бой Владимира по правилам ММИ летом. Какой-то есть возможный соперник смешанных единоборств для него? Кто? Нету, чтобы взят именно с этим человеком он будет драться. Такого нету, потому что мы знаем, периодически меняется там интересы, меняются спарные, эти соперники меняются. Поэтому такого нету, чтобы именно вот с ним будет бой. В любом случае, месяц-полтора мы узнаем, с кем он будет драться, если будет, конечно, летом бой. На контракте пока, по крайней мере, есть бои Минеева и Штыркову по правилам ММИ. Но это будет, так как я понимаю, в конце года. А вот на этот поединок Владимир будет готовиться у вас, готовиться по всем правилам, по полной серьезности, с полным лагерем. Да, да, конечно, однозначно он будет готовиться, свой лагерь будет проходить в Махачкале у меня. Поэтому мы понимаем, что Штырков это не проходной двор. Тем более в ММА он очень такой хороший, опасный боец. Поэтому, конечно, будем готовиться, как положено. Не так, там, пришел, там, чуть-чуть поданимался и уехал. Как положено, месяц-полтора-два точно он будет готовиться к этому бою. Я еще вспомнил одну фамилию, Дмитрий Арышев, который хотел как раз бой с Владимиром Минеевым. И раз уговорили о возможном поединке с Летома для Владимира по правилам ММИ, Дмитрий Арышев, это подходящая кандидатура для поединка? Ну, знаешь, да, чтобы разогреться, да, подходящий поединок. Разогреться? После последнего боя я забыл. Ну, после последнего его боя я даже забыл его фамилию, кто он. Вот сейчас я напомню, кто он такой. А так я забыл даже, кто он есть, честно. В шестом уважении к нему. Ну, не знаю, даже чуть не заснул, посмотри на его бой. Тот пацан даже мог выиграть у него, если еще чуть-чуть. Сервина Мачада в ноябре. Да, да, он мог, тот тоже мог досрочить, спокойно мог. Просто очень такой низкий, знаешь, темп, скорость, вообще очень медленно дрались. И я как бы вижу, если Вова, как положено, будет готов, вот это как раз легкие деньги будут. Другой ваш воспитанник, Роман Копылов, потерпел поражение от Энтони Эрнандеса в UFC. Накануне поединка он болел. И вот здесь интересует такой момент. А как должен работать механизм, чтобы снимать спортсмена боя, который спортсмен себя плохо чувствует, но сам в бой рвется? Как должен быть здесь работать механизм, чтобы уберечь спортсмена от неправильного решения? Самое правильное первое решение, это когда боец сам чувствует, что он болеет или дискомфорт плохо себя чувствует, он должен сказать первую очередь тренеру. Так как он мне ничего не сказал, думал, может пройдет. А когда с ним я, Мара, отправлял тоже наш тренер по ударке, Мара тоже мне ничего не сказал. Ну, думали, а не пройдет. Непрофессионально, конечно, однозначно. Поэтому он там в аэропорту сидит, вырывает, бегает в туалет обратно, весь бледный. Также они добираются в Америку, там, видимо, более-менее он себя пришел. Он же не будет там стутками подряд вырывать. Ну, видимо, тот момент, в котором он там находился в аэропорту, он реально себя очень плохо чувствовал, весь бледный. Он мне говорил, сказал, как бы это все происходило. Но однозначно я никогда в жизни его не пустил бы. Потому что на тот момент, на этот бой, Роман был нереально готов. Нереально. Чтобы взять там кто-то в зале, мог его весь раунд внизу держать. Или там какие-то болевые, удышающие, добивания, чтобы кто-то сделал. Такого вообще не было. Поэтому он очень сильно был готов. И сразу же я понял, в первом же раунде он как под конец как подсел. И очень мало ударов он делал. Обычно мы знаем, он как работает, что он делает. После этого я начал делать такое расследование. Как это, что, почему, причина. Ну, оказалось вот так. Как бы супруге тоже сказал, чтобы моя супруга с Ромой, они же общаются, дружат. Чтобы тренер ничего не знал. Только смотри, никому не говори. Обязательно, чтобы тренер не знал. Но мы понимаем, за какие-то там всякие царапины, травмы, чуть подвернул, люди у нас снимаются. Конечно, грубая ошибка, грубейшая ошибка, когда они приехали, прилетели домой. Однозначно я их позвал и сказал, я говорю, полтора года, которые я делал работу, говорю, вы все испортили. Ну, на этом, конечно, мы не останавливаемся, двигаемся дальше. Пусть будет уроком. Причина, конечно, поражение была. Ну, серьезная причина была. Поэтому сейчас я не буду каждому бегать, ходить там, ну, видишь ли, вот так это все было. Сейчас задача собраться мыслями и дальше на победной серии подниматься. А это поражение как сильно отражается сейчас, вот на данное время, на карьере Копылова в UFC? Это, ну, серьезно его отбрасывает назад или ничего глобально не меняет? Ну, ничего такого я не скажу глобального. Да, на один шаг, конечно, он чуть назад отступил, получается, да. Ну, мы знаем, он тоже как бы не такой слабый был соперник, он уже топ-15 выходил. Поэтому я как бы не вижу, что он как бы назад ушел конкретно. Там на один шаг максимум, да. Ну, в принципе, Роман сам тоже как бы духом не упал, все нормально, очень даже собрано. Сам тоже понял для себя, какую он ошибку сделал. Вот, исходя из этого, думаю, я бы не сказал бы, он настолько сильно назад ушел. Максимум там на шаг назад и все. Осталось обратно же туда же поставить, перешагнуть и дальше пойти. Другая неудача постигла и Армена Петросяна. В первом раунде он проиграл Радольфу Вьера. А вот почему Армен настолько нестабилен? Не то чтобы совсем уж чередует поражение и победы, но бывает проигрывает. Да. Не, Армен тоже хорошо. У него очень долгий лагерь был, мы понимаем. Мы же, когда были в Бразилии, он его отравил, отравился, он сняли, я его снял с боя. Вернее, потом из врачей пришли, они сняли его. Поэтому, в первую очередь, конечно, меня там Рем не было рядом. Тоже важный фактор очень. Вторая причина, он такой, его нужно прямо перед выходом разогреть, хорошенько работать и только тогда заходить в клетку. А когда, видимо, он еще до боя полчаса, он разогрелся, там минут 15, потом уже сел, там обратно минут 10, уже как-то вот на сон потянул, и себя собраться не смогут. И то, что удушающий, я сам не понял, как это, как настолько, я знаю, как он уходит снизу, как он работает. Как будто гипноз сделали, и просто он, не знаю, как-то отдал просто, и надо, садущий. А тот, я знаю, что он очень сильно боялся, оказывается, сутки не спал, потом Армению подходил там, говорил, что я не спал вообще. Ну, что сейчас говорить, то же самое, да, будем работать и исправлять все недоработки. А продолжаете ли вы работать с Мариной Махнацкиной? Известно, какие у нее планы? Я так видел, в сезон на ПФЛ она не попала. Не, она, когда у нас, у меня была, она хорошо провела бой 2, потом уже, видимо, у нее свои там моменты замуж, что там осталось и так далее, и все, мы уже перестали с ней работать дальше. А что у нее там, как там, ну, я не знаю, без понятия. Вот в социальных сетях, после поражения Армена Петросяна, Гор Азизян обратился к журналистам и фанатам с таким вопросом. Куда ехать Петросяну подтягивать борьбу? А вы вот это сообщение приняли ли как-то на свой счет? Не, он пускай со своими ребятами занимается, у него же, знаешь, чтобы на моих ребят что-то говорить, я не знаю, в принципе, мы увидимся с ним, я спрошу у него, конечно, в чем причина, для чего это сказал. Поэтому нужно, прежде чем такое говорить, нужно, чтобы у себя свои бойцы были, которые он сам поднимал, сам вырастил, и сам какие-то цели, да, как бы поднял их. А не так там, просто со всех сторон готовые ребята пришли и пиариться на них, понимаешь? Сейчас многие любят это, как бы, собрать там оттуда-отсюда готовые ребята и на них пиариться. Ну, у меня такого нету привычки, да, собрать чужих ребят и на них, как бы, двигаться. Вот, поэтому это его мнение, конечно, всего лишь, абсолютно его мнение. Если он хотя бы по Союзу имама готовил бы, там, сделал бы чемпиона России, чемпиона Европы и мира, конечно, я еще подумал бы, да, над его, то, что он говорит. Поэтому весь мир знает, в Махачкалу нужно ехать или нет. Но это же смешно в любом случае. Весь мир знает, что нужно ехать в Махачкалу. А видишь ли у него там какие-то свои мнения? Ну, это его мнение, конечно, всего лишь. Я ему что, я ему, я желаю успеха в дальнейших, конечно. Вот, а так, конечно, ну, не стоит, конечно, заходить в Чуревый огород и посмотреть там, что там растет. А вот про Союз ММИ России, я вот здесь вот информацией не владею, а многие ли ваши ученики там выступали и добивались больших высот? Ну, одно время, больше всех в мире, можно сказать, у меня были чемпионы мира, России и Европы. Приведите, пожалуйста, несколько фамилий, да. По Хачалию, Муслим, Магомеду, Абду Муталиб, ну, их, знаешь, ребят очень, Магомед Расул, вот, Мухаммад там, Хажимурат, вот, Умар. Вот, дальше я еще надо подумать, еще есть, ну, знаешь, перечислять, ну, человек где-то 8-10 есть. В любом случае, когда всякое было в жизни, прежде чем что-то говорить, нужно посмотреть, кого ты вырастил. Хотя бы, если чемпион Москвы, там, если Москве, Махачкале, если чемпион Дагестана, дальше там, округ СКФО, там, и дальше, дальше, дальше. Это же трамплин, поэтому мой тренер покойник всегда говорил, но он не любил таких людей, которые оттуда-отсюда собирал готовых ребят, и к нему вообще по-другому относился. Кстати, в прошлом году, по версии нашего издания, Мет ММА, мы вас признали лучшим тренером года. Было ли вам об этом известно, и какое-то значение этому придавали? Нет, я не знал. Ну, я за этими вещами не хожу, честно, я как я скажу. Да, вначале как-то бывало интересно, я не знаю, как-то, чтобы там меня назвали там лучшим тренером, ну, как бы для меня это приятно, конечно, но за этим я не бегаю абсолютно. Скажут, скажут, нет, нет, потому что со стороны виднее это все. Мои мысли, это кому нужно? Это нужно спросить у людей, у болельщиков, да, которые переживают, смотрят, это им лучше знать. А так, конечно, приятно в любом случае. И заслуженно, я добавлю. А насколько логична вам кажется организация поединка между Шарой, Буллетом и Игорем Потерей в UFC? Ну, нет, бой интересный будет, конечно. Однозначно, в любом случае, где Шара, где он дерется, там зрелище в любом случае бывает. Кто будет там, что бы ни говорил. Потому что мы знаем, как он работает и все время вперед. Поэтому, да, где-то там в плане партер, там джиу-джитс, борба, там где-то у него хромает что-то. Но он в любом случае там тоже не так уж плохо чувствует, он понимает, что нужно делать. Игорь Потерей тоже, я его знаю лично. Я с ним работал, Армен у меня с ним работал, когда мы были в Америке. Моё мнение, конечно, кто больше захочет выиграть, тот и выиграет. Он тоже очень интересно работает, Игорь Потерей. Мы видели, последний бой тоже, он такой своеобразный, чувствительный тоже парень. Но бой будет, конечно, интересный. Вот в социальных сетях или в комментариях Валерички пишут, что этот бой сделан для того, чтобы Шара проявился во всей красе. То есть у Потери мало шансов вообще в принципе видят и считают, что это для того, чтобы Шара раскрылся в полной мере. А вот так ли это, настолько ли удобно? Нет, нет, они ошибаются. Они же не знают, кто он, как он, что он делает. Может быть, там бой видели, да, два боя видели. Они нельзя, от того, что они так думают, где бы, да, коэффициент там, типа как Шара, там намного круче. Конечно, я думаю, где-то 60 на 40 Шара выиграет, не такой легкий бой, очень сложно. То есть вообще не легкий бой, если 60 на 40, это конкурентный? Нет, это не легкий бой для Шара. Это те, кто говорят, я не знаю, это не легкий бой. Мы знаем, первый бой тоже для него особо не легким был в любом случае. Поэтому Потери, он тоже вперед идет, бьет, он тоже такой бьющий, он и борется тоже, он не так классно, но он борется, умеет он борьбу. Борьба, грепплинг есть у него тоже. Поэтому 60 на 40, я думаю, Шара выиграет, но мы понимаем, Мире и Мама, там всякие фишки разные бывают. Вроде бы ты ведешь, и раз пропущенный удар, или там какой-нибудь болевой, и все, ты уже все проиграл. Поэтому это не легкий бой для Шара, это 100%. А Бруно Силва был более опасный или менее опасный соперник для Шара Пудина? Я считаю, что потери опасны, чем Бруно Силва. Бруно Силва, он медленный очень, очень медленный, но такой, чуть физически крепкий, но он медленный очень. А этот быстрый, очень быстрый, потери. Он двигается, перемещается хорошо. Мы видели последний бой, да, Квайдман, Квайдман, ну, уже все уже, который, он выиграл него, да, по-моему? Ну да. По бою тоже там, я бы не сказал, что он там вел бой, посмотрел бой, видели, да? Нет, только результат знаю. Я смотрю в UFC, зачастую только наши дерутся. Это да, иногда я смотрю, конечно, потому что это мои ребята дерутся в этой весовой категории. Мне, конечно, нужно контролировать, посмотреть, кто как работает. Поэтому чем Бруно Силва, потери лучше. Насколько правильно Шара Пудин действовал в борьбе в поединке с Сильвой? Нет, он то, что мог, он все делал максимально. То, что он мог, он все делал. Бруно Сильва тоже не из улицы, он физически очень крепкий, большой парень. Поэтому он максимально то, что смог, что он делал до этого, какие подготовки, как он прошел. То, что у него получалось, то он делал, по большому счету. В каком сейчас настроении находится Муслим Магомедов? Тяжело ли он переживал лишение пояса и снятие с гран-при? Нет, в начале, как бы, да, чуть-чуть неприятно было, конечно. Но он на себя злился, в первую очередь. То, что он вес не смог. Но для этого, конечно, были причины тоже. Он реально два раза заболел. Потом один раз травмировал. Еще третий раз ногу травмировал. Поэтому сложновато было к этому бою подойти и вес сделать. А так, конечно, он понимает, что он чемпион там. И я понимаю, что ему там нет чемпиона абсолютно. Поэтому он временно считает, что отложили, убрали пояс. А второй раз обратно поднять, забрать, я думаю, намного приятнее будет. Того, что все время у него находилось, иногда скучно бывало ему. Думаю, сейчас подобрать, обратно забрать пояс, думаю, намного приятнее будет. Такой положительный момент нашли в таком случае. Да, да, да. На все таких моментах он очень такой свободный. И, знаешь, абсолютно как свежий воздух. Абсолютно он не парится. Главный фаворит Гран-при – это Фариду Надилов. А какую опасность он представляет для Муслима? Никакой абсолютно. А что у него есть опасность? Боец, который умеет чуть бороться, бьет иногда. Иногда там есть, дает делать болевой, удушающий. Вот поэтому я не вижу, кого он такого топа, хорошего бойца, кому он выиграл. Махнаткин не такой? Ну, Махнаткин уже все, как бы, знаешь, как свежий стиль. Уже, знаешь, Оленичем дрался. Я считаю, Оленича выиграл, когда с ним дрался. Я не знаю от того, что там нужно. Пиар, имя, может, ему там победу дали. Мы знаем, с Оленичем с ним что делал. Даже с Оленичем в последние бои мой, который, Эльмар, что с ним сделал? Даже элементарно. Поэтому вообще не вижу от него опасность. Абсолютно не вижу. Могу спокойно посидеть, чай пить, смотреть на их бой и абсолютно не переживать. Не думал, что такое бывает, чтобы абсолютно не переживать. Нет, за Муслима нет. Бывает за кого какие-то моменты. Ну, Муслима, чтобы выиграть, его нужно убить. Как он выиграет у него? Что он может сделать? Туда с дубинкой не пускаешь, с винтовкой туда не зайдешь. Ну, как у него он выиграет? Просто вот нет. Я смотрю просто. Не от того, что я его так преувеличиваю. Просто я реально смотрю на это все. Ну, смотрите, вот в промоушене Ван Анатолий Малыхин забрал пояс в 93 килограмма. Анатолий Малыхин был бы серьезной оппозиции для Муслима Магомедова? Нет. На 93 нет. Тяжах – да. А почему? 93 – это не тот Анатолий Малыхин. Это 100% именно для Муслима. А для Тяжах, конечно, Муслиму было бы тяжело. Это 100%. Он очень много энергии, очень много физика оставляет, когда он делает 93 килограмма. Я это вижу, я по глазам это видел, как он в последнем бою работал. А Анатолий, не видите, и в 84 килограммах он такую возможность допускал? Грубо говоря, не рекомендуете так спускаться ниже? Это, в первую очередь, для здоровья очень опасно. В первую очередь, очень опасно для здоровья. А во-вторых, я думаю, сделать вес одно. Многие делают вес. То есть, а как восстановиться и подраться – это уже второй вопрос. Для Малыхина «Двоночек» уже прозвучал в 93. Конечно. Я думаю, Лич Лучи, там же, то, что он сделал, он реально хорошую вещь сделал. Там же сидеть и держаться за это. Поэтому двумя руками вряд ли получится все пояса одеть. Максимум, там, два-три одел, все. Ну, думаю, дальше это сложно будет, очень сложно. У Муслима был очень большой перевес. Глобально, когда он будет готов перейти в тяжелый вес? Нет, он может перейти на 84, но тяжелый вес он не хочет вообще, он не перейдет. Потому что мы, я знаю, он личный вес, который можно убрать спокойно, что-то диету правильнее сделать без проблем. Ну, потому что, как каркас у него, да, по телосложению, он не тяж. Максимум 93-84. Потому что, я вижу, в зале, который на 84, ребята, иногда они такие, ну, по телосложению, они одинаковые, как бы, да, со стороны. У вас в зале готовится и Анатолий Токов, а у него получится победить Шарафа до Владмуродова более убедительно, чем это было в первой встрече. Ну, надеемся, конечно, Толя, в любом случае, не тот Толя, который дрался тогда Шарафом. Там были у него упущения, такие, ну, такие ошибки были, которые он лишней энергии тратил. Над этим моментом мы тоже работаем четко, грамотно. И я думаю, до конца не доведем бой. Нужно будет в втором раунде или третьем досрочно выиграть. И для этого у Толи все есть, абсолютно все. С одними лучами он работает и в плане ударки, в плане борьбы. Поэтому проблем не должно быть, чтобы досрочно закончить бой в втором раунде или третьем. А в перспективе у него собирается, ну, Эсей собирается сделать ему бой с Магомедом и с Маиловым. Да. Здесь вот какие нюансы вы видите, условно говоря? То есть, если бы пять раундов, это, может быть, в пользу Токова было. Три раунда более конкурентный бой. И вот какие-то нюансы здесь. Не, на данный момент, на данный момент, хоть три раунда, хоть пять раундов, я фаворитом вижу Толя. Не от того, что он у меня. От того, что я вижу, на что он способен. Что он может делать. Настолько он, знаешь, физически мощный. И все нюансы, которые в плане контроля борьбы, мы дорабатываем, работаем. И у него все получается шикарно. Исходя из этого, я вижу. Александр Шлеменко, какой от Хамитов, будет в начале мая. Насколько вам этот бой интересен? Собираетесь ли его смотреть? Не, ну, в любом случае, на Шлеменко бои смотреть интересно. Если будет возможность, как бы, да, имеется в виду, не буду занят, буду посмотреть их бой. Ну, фаворитом также я вижу, конечно, Шлеменко я вижу. 70 на 30 Шлеменко выиграет досрочно. Что он сделает ему, чтобы он выиграл Шлеменко, я не вижу. То есть, не видите никаких таких, ни навыков, ни возможностей у Хамитова, чтобы, допустим... Ну, максимум, он сделает там 1-2 тикдауна, все, зависит больше. Дальше что? Там тоже Шлеменко не лежит, он встает. Ну, и еще один поединок, который состоится чуть раньше, в середине апреля, это Арман Цуракяна и Чарльз Оливейра. Очень важный бой для Армана. Мы понимаем, что здесь открываются возможности для реванша со Славом Махачевым. А вот Чарльз Оливейра сейчас, это насколько для Цуракяна опасный соперник? Оливейра для всех он опасный. Не только для Цуракяна. Поэтому, честно, как я скажу, 50 на 50 мое мнение. Кто больше захочет, кто больше будет навязывать, тот и выиграет. Я абсолютно не вижу фаворитом из них, там, Оливейра или Цуракяна, я не вижу. 50 на 50. Очень такой интересный бой. Кто реально очень сильно захочет эту победу, тот и выиграет. Но я думаю, что Цуракяна больше будет захотеть, потому что его мечта, реванш с Махачевым. Поэтому он максимально все сделает для этого, чтобы он выиграл. Ну, и также нам нельзя забывать, что Оливейра хочет обратно пояс забрать и обратно сделать себя таким величайшим. Величайшим, да. Интересный бой, интересный, который ожидает. Ну, 50 на 50, значит. А можете какой-то, так сказать, нюанс, что надо Арману Цуракяну уделить внимание в поединке с Оливейрой? То есть, что делать или чего делать не надо? Все время нужно давить первым номером. Все время давить первым номером. И я думаю, лучше забороть его, чем стойко заигрываться. Потому что мы знаем, что Оливейра пропускает, но он и достает тоже очень жестко. Поэтому лучше всего ему забороть его и внизу держать, бить его. Да, я, в принципе, свое мнение. Я же не могу как бы чужие мнения, их мнения взять и как бы себе присвоить. Поэтому как тренер, как бы, да, я так вижу. Ему нужно работать первым номером и забороть, держать, внизу бить. Но не увлекаться в стойке. Что ж, мне остается только поблагодарить вас за все уделенное время. Спасибо большое вам, Расул. Вам тоже спасибо. Еще раз поздравляю с тем, что вы стали лучшим тренером прошлого года по версии Мета-ММА. Ну, то есть, мы ваш труд оценили. Вот продолжайте работать в том случае. Спасибо вам большое. Спасибо. Где грамота, где грамота? Вы, кстати, думали об этой грамоте, но там они так очень дорого. Там всякие таблички стоили, то вы таки сказали себе просто. Хотя бы на слова. Спасибо. Любому сказать, спасибо о душе. Да. Всего доброго. До свидания. Вам удачи. Спасибо. 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 Спасибо.